немного неправильно поставил подъедет езду в лужники пожалуйста махал вам руками вы меня не увидите я стараюсь найти разворот я уже дошел до точки вы что такой-то разворот затеяли очень можно было так не разворот вы направо повернули вот на т-образном перекрестке там развернулись его выяснили минуту заняло бы я стою просто под дождем подъедьте уже где обозначил если вы работаете в такси или в доставке то для работы рекомендую сертифицированного партнера эксперт пар комиссия всего 50 рублей в сутки а выплаты автоматически и без комиссии также они подключают курьеров на автомобилях и мотоциклов и водителей на грузовых авто регистрируйтесь онлайн прямо с сайта через любой удобный мессенджер их копируют мошенники будьте внимательны все телефоны и ссылки под видео добрый вечер Друзья, а вам уже другая машинка назначилась? Можете посмотреть в приложение? Вы спрашиваете? Да-да-да. Говорю, не посмотрите в приложение, у вас другая машина назначилась? Заказ от меню службы от такси. Да, назначился чем? Вы здесь будете ждать или может подвезти куда-то? Так вы меня отвезите куда я назначил, я и так его сдал. У нас нет заказа, как я вас смогу отвезти? А почему у вас отменился заказ? Ну я отменил, я вас не устраиваю как водитель, всяк приедет другой. Слышь, ты имбецил, ты нахуй так делаешь? Я после тренировки под дождем тебя стою, жду 15 минут, ты еще заказы отменяешь. Вы стоите, потому что вы неверно указали точку, а не потому что... Так там развернутся вот на среднем светофоре, развернись просто обратно и все. Причем тут разворот вообще? В смысле причем? Разворот это уже совсем другая история. Какая история? Изначально точка была указана здесь, я сюда подъехал. Ну и че? Ну я постоял не там точку, позвонил тебе, говорю, забери меня отворот. Я говорю, при чем тут тогда я, если речь идет о том, что точка не там? Причем здесь ты? Потому что я тебе говорю, у тебя что мозгов то не хватило, развернулся на перекрестке просто. Так я тебе говорю, не хватило. То есть водитель не удовлетворяет, Паша. Так водитель имбецил просто, дегенератор. А я с этим не спорю. Дочь проститутка, сука, чем сын таксист, блядь. Придурок, блядь. Вот такой инцидент. С чем был связан? Ну то, что человек указал там неверную точку, это мелочи жизни. Это происходит у нас в день по 300 раз. Дальше произошла череда накладок. Дело в том, что развернуться на следующем перекрестке действительно было возможно. Но там сыграла злую шутку наша система навигации, которая показала, что можно просто развернуться. А разворот на этом перекрестке запрещен. И так как я находился в левом ряду, я начал повернуть направо, как говорил пассажир позже. Было уже нельзя. Соответственно, я поехал до следующего. Ну, короче, разворот занял много времени. И во время этого разворота пассажир звонил еще раз. И уже в его тоне чувствовалось, что поездку начинать не получится. Потому что вот эту характеристику, которую вы услышали, нелестную, пассажир сформировал еще до того, как я к нему приехал. У него было свое мнение насчет того, где нужно разворачиваться, как нужно разворачиваться и кто такие таксисты. Поэтому поездку я и не собирался начинать. Но по доброте душевной мне просто стало жалко, что человек стоит на дожде. Плюс мне стало непонятно, почему он решил все-таки дойти до точки подачи. Ну, нужно понимать, если он уже попросил доехать до ворот, соответственно, я еду к воротам, а он идет обратно к точке, которую он указал. Мне это было немножко непонятно. Потом я понял, там мост. И он мог под мостом не на дожде подождать машину. Так вот, когда я приехал к нему, дальше можно видеть в видео такие мелкие, то есть там еще под вопросом все было, но вот эти вот мелкие черточки, они как бы сыграли свою роль. Дело в том, что когда я остановился, пассажир стоял метрах в полтора от проезжей части с явным намерением не садиться в машину, пока ему не откроют дверь. Я как бы не собирался этого делать, но это просто было очень ярко. Я, естественно, вышел открыть дверь, и в этот момент пассажир сам открыл себе дверь и сел, не дожидаясь, пока я до него дойду. То есть он всем своим видом показал свое недовольство. Естественно, после этого я отменил поездку. Ну, а дальше что думал пассажир и насколько он культурный? Ну, собственно, по-моему, не нуждается в комментариях. Единственное, по поводу дальнейшего общения с поддержкой. Естественно, я после этого позвонил, пожаловался на пассажира и был очень удивлен. Дело в том, что мне не восстановили активность. Я вернулся к пассажиру в то место, которое он озвучил по телефону через 7 минут. На 3 минуты раньше, чем закончилось платное ожидание, которое можно отменить без потери активности. И, по сути, если бы я дождался еще 3 минуты, то я бы еще и получил деньги за подачу. Но мне на тот момент стало, ну, первое, жалко пассажира, чтобы он не мог под дождем. То есть я ему предложил сесть в машину и дождаться следующую машину в салоне. Второе, это то, что человек был очень агрессивно настроен, и когда я ему предложил сесть в машину, платное ожидание еще шло. А вот когда он вот так себя повел при посадке, естественно, я отменил заказ, не дожидаясь окончания платного ожидания. Потому что, ну, по пассажиру было понятно, да, чем бы закончилось такое платное ожидание. Человек только с тренировки, у него еще перчатки какие-то прикольные. Хотел бы пожаловаться на клиента. И настроен был он весьма агрессивно, ну, и я сам себе не враг, естественно. Я понял, что, да, я попал на комиссию Яндекса, на активность, но, по идее, активность мог восстановить. Поддержка меня очень удивила. Так, по-моему, не счастливал, номер 122-197. Дай его слушать. Пассажир взял себя очень агрессивно, хамил, обзывал, лопнул дверью так, что у меня через стекло не вылетело в машине. Все в том, что он неверно указал точку подачи, попросил меня подъехать в другое место. Ну, я сказал, что попытаюсь найти разворот, потому что это, ну, прям по спине. Пока я развернулся, естественно, его уже не устраивает то, что я еду к нему долго. В итоге, когда я приехал, начал на меня наезжать, типа, надо было по-другому разворачиваться, на следующем светофоре и все в таком духе. Я отменил поездку, чтобы ему назначили другого водителя, потому что я так понял, что я его как водитель не устраивает. То есть я должен у него мысли читать, где он стоит, потом еще и разворачиваться так, как он хочет, а не так, как по правилам дорожного движения и так далее. Я понял вашу ситуацию. В таком случае сейчас пользователь будет поставлен на контроль и ситуация будет зафиксирована. А более чем-то еще помочь помимо этого расскажите. Ну, если вы становитесь активным за этот заказ, то он премного благодарен, потому что я отменил заказ. Ну, то есть он очень нервничал, что он долго под дождем ждет. Ну, типа, я виноват в том, что он под дождем ждет. И я не стал 10 минут ждать. Отменил заказ на четвертой минуте. Ну, то есть я минут, получается, 6 разворачивал. Нет возможности вернуть активность. Заказ отменен не по правилам сервиса. А, вижу, тут прошел заказ минус 14 баллов активности. Да. 16 баллов. Я приехал на точку подачи. Мне сразу же звонит пассажир и говорит, он говорит, я у ворот Лужников. То есть это сзади меня метров там на 200. Но я не могу развернуться в этом месте. То есть мне нужно поехать найти разворот и вернуться. В итоге я еду там разворачиваю 6 минут. Естественно, пассажир негодует. То есть его это не устраивает и так далее. Я приехал, говорю, садитесь в машину. То есть вы можете подождать, пока приедет другая машина. Он сидит у меня в машине. Меня матом кроет там. Вот я такой-сякой не догадался, что можно было развернуться еще в другом месте, о котором он знает. И мне не могут вернуть активность до этого заказа. Я не понимаю этого черта. Но я сейчас проверяю информацию. Вижу, что вы действительно разворачивались. Да, я понимаю, что я мог развернуться в другом месте. Но я могу вам объяснить, почему я именно так сделал. Пассажиру я не могу этого объяснить. То есть я доезжаю до следующего светофора, то есть в том месте, где я стоял. Я доезжаю до светофора, мне навигатор показывает, разворачиваюсь. А там разворот запрещен. Так. Угу. То есть если бы, ну, я ехал в левом ряду, и мне навигатор показывает, разворачиваюсь. Я смотрю по знакам, но нельзя здесь разворачиваться. Если бы я ехал в правом ряду, я мог бы повернуть направо, там где-нибудь развернуться, вернуться обратно. Но я ехал в левом ряду, потому что навигатор показывал, что здесь можно развернуться. Соответственно, я проехал дальше, а дальше уже нет разворота, то есть там надо реально весь район объезжать. Угу. Да. Наверное, я потом приехал к клиенту, чтобы он сел ко мне в теплую машину, подождал, пока приедет следующая машина, потому что он же будет считать, что это я виноват. Ну, в принципе, он так и считал. То есть он на меня матом крыл, что лучше иметь дочь проститутку, чем сына таксиста, и все в таком духе. Потом дверь ухлопнул, так что у меня что-то стихло не вылетело. Угу. То есть разворачиваться там было нельзя. Угу. 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 Угу.